Коммунальщики Очень много было мусора, и мы, конечно, убирали каждую могилу на военном кладбище, белили, красили. Я сама из Симферополя, для меня это большая честь, конечно, убирать здесь. Очень важно отдать дань памяти, кто сражался за нас. Здесь бригада из 20 человек трудилась целую неделю. Скосили траву, отремонтировали плитку, подмели тротуары, побелили и покрасили памятники. Работы почти закончены, осталось озеленение. Герань, фиалки, маргаритки. Только на это воинское кладбище привезли полторы тысячи цветочных горшков. Ко дню освобождения Симферополя нужно успеть высадить все. Привели в порядок и памятник воинам Красной Армии на улице Титова. В благоустройстве участвовали не только коммунальщики. Волонтеры и местные активисты не остались в стороне. Подготовка полным ходом и в парке имени Гагарина. У мемориального комплекса с вечным огнем цветы уже высадили. Сейчас рабочие занимаются покраской бордюров. Расскажите, что еще нужно сделать? Пристоит обрезка сухих веток на мемориале, обкос травы, покраска бордюров непосредственно, ну и уборка территории, чтобы чисто было. Ну, до праздников все сделается, все будет красиво. К 76-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков благоустроили 61 объект. Чтобы успеть в срок, подготовку начали в первой половине марта. Была задействована 21 единица техники, 25 человек. Была проведена большая работа по очистке, санитарной очистке, уборке, покраске, озеленению всех этих объектов. В дальнейшем МБУ город готовится к более масштабному проведению мероприятий. Это 75-я годовщина победы над фашистскими захватчиками. В этом году из-за режима повышенной готовности, традиционного шествия и возложения цветов к местам воинской славы не будет. На качестве и сроках работы-то не отразится. Труд сотрудников симферопольских коммунальных предприятий – благодарность героям за совершенный подвиг. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.